Здравствуйте! Как внедряется соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, подписанное еще в июне 2014 года Республикой Молдовы, об этом мы поговорим в рамках сегодняшней программы с Ионом Тебырца, экспертом Института развития социальных инициатив и дисплейтору. Добрый день! Добрый день! Добро пожаловать в КГУЗе и в нашу программу. С удовольствием! Господин Тебырца, скажите, вот эта тема сегодня очень актуальна и нам очень интересно, как реализуется данное соглашение. Расскажите нам в общем, каким образом Республика Молдовы внедряет соглашение об ассоциации с Европейским Союзом? Да, соглашение об ассоциации уже исполнилось 5 лет. Да, 5 лет. Хотя проект уже целых 10 лет, потому что начиналось в 2009 году, но надо сказать, что даже еще раньше. Мы хорошо помним, что в 2004-2007 году произошло расширение Европейского Союза на восток. Да. И не только на востоке, даже на юг. И у Европейского Союза появились новые соседи. И для этого Европейский Союз разработан национальную инициативу «Политика нового соседства». Она касалась и касается отношения с 14-ми странами. Странами из Восточной Европы и странами из Ближнего Востока и Северной Африки. И между Европейским Союзом и этими странами, странами, конечно, не со всеми, было подписано индивидуальный план соглашений. План действий, да? Да. Мы подписали с Европейским Союзом этот план действий в 2005 году, в феврале, 22 февраля. Это как подготовительный этап? Да, это как подготовительный этап. Тогда еще у власти была коммунистическая партия Республики Молдова. Поэтому сейчас господин Воронин вспоминает, говорит, что вообще-то евроинтеграция в Республике Молдову начали мы, коммунисты. И, конечно, он где-то будет и прав, потому что это была общая инициатива Европейского Союза. Но для того, что все-таки у всех этих соседей Европейского Союза разные цели. Не всех стран хотят ставить себе в цель стать членами Европейского Союза. И, конечно, и у стран Европейского Союза есть разные интересы к этим соседам. Допустим, у той же Италии, Испании, Франции, у них интересы к странам соседства Европейского Союза, которые находятся в Северной Африке. В чем интерес к Молдове? А больше интереса к Республике Молдову предъявляют такие страны, допустим, как Польша, Германия, те, которые находятся ближе, географически находятся ближе. Поэтому Европейский Союз решил разделить политику Европейского Союза на два направления. Южное направление и восточное направление. И то, что мы называем восточное партнерство. И эта эстональная инициатива была запущена в мае, 9 мая 2009 года. И эта инициатива касалась шести постсоветских стран. Это Беларусь, Украина и Республика Молдова. То, что здесь ближе к Востоке Европы. И три кавказские страны, которые позже мы очень хорошо помним со советских времен. Это Грузия, Азербайджан, Армения. Конечно, у всех этих стран тоже разные цели. Потому что тот же Азербайджан или Армения, они не ставят себе цель вступить в Европейский Союз. И тот же Беларусь. А другие три страны. Республика Молдова, Украина, Грузия. Мы говорим, что в целом возможно. Хотя здесь надо сразу сделать одну поправку. Эта институциональная политика, соседство Европейского Союза не предусматривает вступление в Европейский Союз. То, что мы хотим, что мы ставим себе эти цели, это не Восточный Балхан. То есть, если я правильно понимаю, Молдова все же таки ставит себе цель вступить? Да. Потому что эта институциональная политика имеет три важных момента. Это первое. Политическая ассоциация. Это не политическая интеграция. И экономическая интеграция. Это же совсем другое. И свободное перемещение. И вот мы в 2009 году подписали этот договор. И после этого начались переговоры. Технические переговоры для того, чтобы подготовить основной документ, для того, чтобы мы его подписали. И это тоже продолжение. Мы пришли в 2014 году? Да. Мы пришли в 2014 году. Потому что основные технические переговоры были с 2010 по 2012 год. Уже в 2013 году на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе мы подписали. Мы уже согласовали документ, но еще не подписали. Это документ большой? Очень большой. Он за тысячи с чем-то страниц. У него очень технические характеристики. И, наверное, найдется мало из тех, кроме из нашего МИДа, которые читали или разрабатывали этот документ от и до. Потому что Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова является главной институцией Республики Молдова, которой занимаются. Потому что у нас есть план действий. Были два плана действия. Был первый план с 2014 по 2016. И сейчас уже заканчивается второй план 2017-2019. Что входит в эти планы? Очень технические документы. Есть область. И вот что мы должны сделать. Какой закон, какой европейский документ мы должны внедрить в наше законодательство. И там, допустим, по энергетике. Вот у нас есть аннексия энергетики. Вот есть все областы. И вот директивы. Европейские директивы, европейские регламенты. И вот мы должны все эти европейские документы внедрить в наше законодательство. Но в первую очередь мы должны все-таки есть политическая составляющая. Есть технические. Потому что если мы будем внедрять в жизнь, в действие это соглашение об ассоциации, мы с помощью этого документа мы будем модернизировать наши государственные институты. Потому что иногда вот есть это как-то путаница, что вот мы если будем внедрять, то все, это автоматически нет. Это план реформ. Если мы будем внедрять это соглашение, мы будем производить те реформы, которые нужны нашему государству и нужны нашему обществу. И можно сказать, по политическим проблемам. У нас есть вопросы. По экономическим? По экономическим у нас можно сказать, что наше отношение с европейским союзом идет по нарастающим. Потому что постепенно, постепенно все время растет наш экспорт в европейский союз. Сейчас он составляет или за прошлый год он составлял практически 2 миллиарда долларов. Уже 70 процентов нашего экспорта идет на европейский рынок. И надо сказать, что экономическую, это свободная зона усуглобленной коммерции, она внедряется и на левый берег, на левый берег Днестра. И можно сказать, что экспорт Приднестровья тоже за счет этого растет. Потому что сейчас 70 процентов, или практически 70 процентов экспорта Приднестровья, они направлены или на европейский рынок, или на правый берег. Потому что с точки зрения экономики мы выиграли очень много, очень много проектов для модернизации инфраструктуры, дороги, канализации и так далее. очень много проектов исходя из всех этих грантов, которые дают европейский союз. Мне очень интересно, что по Гагаузии тоже в экономической сфере сначала есть информация. По Гагаузии нет определенной сказать, что вот отдельно. Но здесь у вас тоже внедряется очень много проектов. И те экспортеры, которые зарегистрированы в Кишневе, конечно, они могут свободно экспортировать в Европейский союз. От этого или от внедрения соглашения в ассоциации выигрывает вся Молдова. Это нету различий там юг Молдовы или север Молдовы. Мы даже приводили пример, что тот же... Главное, чтобы была продукция, да? Да, главное, проблема... Здесь, конечно, существует и проблема, потому что мы еще технически не осознаны. Потому что вот если мы технически, у нас были лаборатории для того, чтобы сдавать эти анализы, мы экспортировали больше бы. Есть что экспортировать? Есть, конечно, что экспортировать, но государство должно работать в этом направлении, чтобы наши товары были более конкурентоспособными. Вот здесь мы должны работать. И, конечно, здесь у нас еще есть определенные проблемы. Вы сказали, что по политической есть большие вопросы. Да, конечно. Какие вопросы? Что у нас там? Ну, еще с периода проведения переговоров, когда мы с Европейским Союзом обсуждали соглашение об ассоциации, вышло наружу, что у нас существуют большие проблемы в юстиции, и у нас существуют проблемы в борьбе с коррупцией. И вот эти проблемы как были тогда, так и остались. И мы сейчас наблюдаем политическую конъюнктуру в нашей стране, что это проблема не только в наших отношениях с Европейским Союзом, но это проблема внутренняя. Это касается всего нашего общества. И к этим проблемам еще прибавились и другие проблемы, которые во время, когда шли переговоры по разработке... Допустим, кража миллиарда тогда не было. Кража миллиарда случилась... Может, что-то задумывало? Ну, конечно, там задумывали, но кража миллиарда произошла после подписания соглашения об ассоциации. И тогда вышло наружу, что некоторые наши политические партии, наши некоторые политические лидеры, которые объявляют себя проевропейцами, они по своей сути, по своими действиями настолько являются они проевропейцами. Они же родились в Молдове. Ну, конечно, они родились в Молдове. И, допустим, сейчас всегда нам говорят давайте расследуйте кражи миллиарда, потому что те, которые участвовали, так и не были наказаны. Деньги из кражи миллиарда так и не были обратно... Молдову не вернулись. А как вы думаете, вообще реально довести это расследование до конца? И выявить это? Ну, если будет политическая воля, конечно. Те, которые были виновны, возможно, что некоторые из них, я не думаю, что все... Но эти лица известны? Ну, конечно, эти лица известны. Те, которые в первую очередь руководили тогда нашим государством, те, которые там руководили разными схемами, тоже известны. Но те, которые сейчас руководят, почему не делают запросы? Если лица известны, что тут расследовать? И те, которые руководили тогда этими государственными институтами, потому что они говорят нам, что вообще-то я информировал, но... Да, ты, конечно, возможно, информировал, но ты не предпринимал никаких действий, чтобы остановить эту кражу. Ну, посмотрим, каждая власть, каждое новое правительство говорит нам, что да, мы будем расследовать. Бывший премьер, господин Филипп, даже говорил нам об каком-то счетчике, где будет показана сумма, сколько из кражи миллиарда были обратно возвращены в госказну. Новый премьер тоже об этом сказал. Бывший премьер до недальних пор госпожа Санду тоже сказал, что вот мы будем расследовать кражу миллиарда. Новый генпрокурор, господин Стояногло, тоже сказал, что кража миллиарда будет одной из приоритетов его деятельности. Посмотрим. До этого, конечно, были власти те, которые имели связь с этой кражей. И, конечно, было где-то наивно, чтобы не сказать, что утопично, чтобы они начали расследовать самих себя. И поэтому ждем. Возможно, новое правительство что-то или новое руководство генпрокуратуры каких-то действий предпринят в данном направлении. Но, конечно, общество ждет. Общество ждет, потому что общество почувствовало себя обманутым, и оно почувствовало на уровне своей жизни. Потому что мы помним, что тогда происходило. И инфляция, и как выросли цену. Потому что мы знали, что вот ходим в магазин, у нас есть определенная сумма, мы можем покупать на эту сумму столько, не знаю, продуктов. А после этого выросли все цены. И, конечно, уровень жизни или простой граждан почувствовал на уровне жизни. И сейчас чувствует. Тем более, что у нас есть закон, что кража миллиарда будет возвращена из... Госдом. Государственный долг. Это означает, что мы все, которые являются налогооплательщиками этой страны, будем выплачивать в эту кражу... В обучении возвращения в кражу миллиарда. Ну, несправедливо. Конечно, несправедливо. К людям. Должны платить в первую очередь те, которые тогда отвечали за государственными институтами, и те, которые руководили страной. Потому что без их согласия этой кражи не было. Она не произошла бы, не состоялась. Но так... Хорошо. Вот еще один вопрос про соглашение, а потом уже перейдем к энергетике. Что люди выигрывают от этого соглашения? Ну, у нас есть два момента. В первую очередь, люди выигрывают... Простой гражданин. Простой гражданин. Простой гражданин. Простой гражданин. Житель села. Житель села. Они часто задают вопрос, а мне-то что от этого соглашения? Вот мы должны ответить. Вот этот первый момент, что у нас есть определенные результаты, то, что касается развития экономики. Но пока, к сожалению, простой житель, простой гражданин, он чувствует все эти прогрессы на... Хорошо чувствует, когда есть повышение на газ, на свет. Простой гражданин это чувствует. Да, он не чувствует или он не видит в своем холодильнике. Потому что уровень его жизни от этого не растет. Что делать? Но в то же время, допустим, у нас есть свободное передвижение. У нас, допустим... Это не для всех граждан? Конечно, это не для всех. Но, допустим, вставляются разные проекты и открываются рабочие места. Там ремонт школ, ремонт детских садиков, определенный ремонт дорог. Конечно, простой гражданин от этого выигрывает. Но, к сожалению... Он не сразу чувствует, да? Но он не чувствует это на уровне его жизни. Потому что уровень его жизни не растет. В этом проблема. Что из-за всех этих проблем, которые мы имеем, из-за проблем с юстицией, проблем с коррупцией... Это... Хорошо. Может быть, пять лет это мало? Ну, конечно. За какой период простой гражданин почувствует... Если мы будем внедрять все эти вопросы, у нас не будет... Если мы будем внедрять все пункты соглашения об ассоциации, в первую очередь, проблемы, которые связаны с политическими аспектами этого соглашения, то определенная реформа будет чувствоваться и на уровне жизни простых людей. Потому что человек будет знать, что он не должен там платить, не знаю, где там, какие-то взятки или какие-то... Особенно в поликлинике. В поликлинике. В поликлинике. Ну, да. Везде. Он будет побольше рабочих мест. И эти рабочие места будут более оплачиваемые. И постепенно, постепенно уменьшится процесс депопуляции. Это очень большая проблема для нас, проблема депопуляции, потому что очень многие уезжают за рубежом. И, к сожалению, рабочие силы, которые будут платить налоги и будут больше потребителей для развития экономики, не уменьшатся. Напротив. Потому что, если будет побольше внос в государственных указ, то, конечно, у государства будет больше возможностей для того, чтобы увеличить зарплату, увеличить пенсию. Но пока все это, к сожалению, все эти процессы не чувствуются. По словам об этом говорят, но... Да, пока мы на макро политическом уровне не будем внедрять все те реформы, которые предусмотрены соглашением об ассоциации, пока, к сожалению, до тех пор большой рост жизненного уровня простого гражданина он не почувствует. Не почувствует. Хорошо. Вот скажите, как Вы оцениваете реализацию Республикой Молдовой соглашение об ассоциации в области энергетики? Что там внедряется? Это очень важный вопрос. Энергетический вопрос для Республики Молдова является очень важным. Мы... Специфика нашей страны является то, что мы практически зависим от импорта... Импорта... Пардон. Импорта природного газа и электричества из... Это как раз то, что касается простого... О, касается простого гражданина. И здесь один момент, который, конечно, является ценой. И второй момент является... Вот мы обсуждаем, будет у нас после Нового года тепла или не будет. Так будет или не будет? Потому что вижу, в интернете по-разному пишут. Должна быть. В России то, что касается природного газа, сто процентно... Сто процентная зависимость от импорта природного газа из Российской Федерации. И существуют определенные такие щекотильные моменты. Допустим, отношения Украины с Россией, которые, к сожалению, за последние годы являются самыми хорошими, лучшими... И это в какой-то степени влияет и на момент... И, конечно, влияет, потому что весь газ, который идет из Российской Федерации в Республику Нового, он идет транзитом через Украину. И мы помним 2008-2009 год, когда были те энергетические войны между Россией и Украиной. И от этого страдал и гражданин, простой гражданин Республики Молдова. Мы помним там, что недели две или десять дней, не помним уж точно, у нас не было тепла в Республике Молдова. Это касалось всей Республики Молдовы, и не только нас, но и здесь, на правом берегу, и в той же Приднестрове. Но сейчас на днях или вчера объявили, что Россия с Украиной договорились. Но, допустим, они договорились между ними, но смотря, как этот договор будет распространяться и на другие страны. И, конечно, для нас, то, что касается нашей энергетической безопасности, стратегической, является, чтобы мы имели альтернативу российского газа. Но у нас есть альтернатива, да? Есть альтернатива. Мы построили в 2014 году, был дан для эксплуатации газопровод, который позволяет Республике Молдову получать газ в Румырии. Но это только часть, маленькая часть проекта. Можно сказать, что этот газ... Это может покрыть всю Молдову газ? Конечно, может покрыть и в перспективе. Но это незаконченный проект, да? Незаконченный проект. Этот проект... Первая его часть была строительство газодуктов Ясен-Унгена. Но он в очень маленьких количествах. Там этот газ получает только 23 села. По-моему, это 21 село с района Унгена. И два села из Неспаленского района. Но для того, чтобы он был альтернативой для получения газа в Республике Молдова, должен был реализоваться второй этап. Реализация второго этапа уже строительства этого газопровода из Унгена в Страшенах или до Кишнева. Если мы сумеем этого сделать, то мы можем тогда сказать, что для нас не будет этой угрозы. Вот, допустим, отключить там газ или возникнуть там проблемы, мы можем получать этот газ с Румынии. И, к сожалению, этот вопрос у нас иногда интерпретируют геополитическими. Вот, если мы за более близкие соотношениями с Российской Федерацией, то мы должны получать только газ из России. Или наоборот. Если мы за более тесные отношения с Европейским Союзом или с Румынии, то мы должны отказаться от российского газа и получать только из Запада. Это неправильная проблема. Нет, это неправильная проблема. Потому что если у нас будет возможность, мы можем получать этот газ одновременно. И из России, и из Румынии. Это, знаете, как идешь на рынок и только один… Есть выбор, да? Есть выбор. Вот только один товар. Подешевле? Да. Только один продавец. Если один, то хочет, не хочет, должен покупать только этот товар. И несмотря качество, цена. А так, если у нас будет выбор, в первую очередь, мы решим свою уязвимость с точки зрения энергетической. И второй момент, это, конечно, цена-качество. И этот газопровод должен был быть дан в эксплуатацию еще 2016-18 года. И у нас все время перенесение этих сроков из разных бюрократических нюансов. А может финансовые, кроме всего, еще? Ну, надо сказать, что не проблема в финансах. Потому что у нас есть и гранты, гранты с Европейского Союза, Всемирный банк, Берды и так далее. И здесь более все-таки на бюрократическом уровне. И у нас здесь, и в Румынии есть определенные бюрократические проблемы. И бывшие премьер-министры и министр экономики обещали, что в следующем году этот газовый провод будет дан в эксплуатацию. И новый премьер-министр господин Кико тоже сказал, что для нас являются целью, статистические цели, чтобы этот газовый провод довести до конца, чтобы в 2020 году уже была реальная альтернатива. Но этот проект доведут, этот газ доведут до Унген? Нет, до Унгена он уже доведен. С Унген до Кишнева. Сейчас идет разработка, довести его с Унген до Кишнева. Уже начало строительство. Там была выбрана какая компания, что-то там у них произошло, и это строительство остановилось. Сейчас был объявлен конкурс для того, чтобы другая строительная компания довела этот газопровод. И вот уже выиграла бурмундская компания этот конкурс. Будет строительство. Будет строительство. Этот газопровод сейчас в строительстве, но есть какие-то там, и там есть определенные нуансы, потому что он строится не как, знаете, труба, а он по кусочкам. И там у нас, по-моему, если не ошибаюсь, там 8 кусочков. Одна компания должна строить от А до В. И возникли, как я понял, технические, или как мы понимаем, технические нюансы. Но этот сейчас газовый провод, он в строительстве, и если все будет хорошо, и опять возникнут какие-то там технические газовый провод. Вопрос это уже в следующем году, вроде срок где-то февраль-март, этот газовый провод. Это 20-й год. Да, 20-й год. Ну где-то максимум через полгода он должен был дан в эксплуатации. Хорошо, будем надеяться. Да, будем надеяться, потому что мы должны понять, что вот как, вот есть европейские документы, и мы должны внедрять наши законодательства. И вот мы здесь и по электричеству, и по проблеме газа. Кстати, по электричеству я хотела тоже. Да. Мы уже пили эти законы. Части, часть, первый этап, да? Да, 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 да. Уже на втором. Что входит в эти законы? Вот в первый этап, а потом уже в втором. Ну расскажете. Да. Конкретно по электричеству. Допустим, есть определенная европейская директива. И исходя из этой европейской директивы, мы внедряем у нас закон. Допустим, по электричеству, это закон 107 с мая 2016 года. То же самое у нас и по проблемам газа. У нас новый закон по энергетике. И вот исходя из этих новых законов, мы должны второстепенные законодательства принять. И вот у нас здесь есть проблемы. Потому что есть вот перенесение европейских законов в наши законодательства и имплементация этих законов. То, что касается первый этап. Перенесения. Перенесения, да. То у нас проблемы нет. Писать закон легко. Да. Реализовать закон. Тем более, что у нас есть экспертиза с Европейского Союза, не только с Европейского Союза. И мы здесь, конечно, умеем. Это еще с времен господина Воронина 2004-2005 года. Писать, принять хорошие законы. Мы умеем. Уже второй момент. Внедрить в жизнь. Реализация этих законов. И соблюдать самодел. Ну да. Вот здесь у нас есть проблемы. И одна из, что касается электричества и природного газа. Так называемый третий энергетический пакет. Одна из главных целей является либерализация рынка. Чтобы вот простой житель, простой гражданин, он имел возможность, имел альтернативу, что допустим, я могу взять газ у этого поставщика. Или если мне не нравится этот поставщик, то я могу у другого поставщика. Потому что, как было до 2009 года или до начала нулевых годов в Европейском Союзе. Европейском Союзе тоже является большим импортером энергетических ресурсов. Или электричество, особенно природный газ. И конечно были монополии. И вот, есть производитель, он тебе указывал цену. И они решили разделить на части. Вот есть производитель, есть транспортировщик, есть распорядитель и есть поставщик. И вот существует это разделение и нет монополий. Потому что простой гражданин, простой житель, вот он может идти к тому или к определенному поставщику. Мне нравится взять у этого поставщика электричество, потому что у него дешевле. А другой скажет, у этого качество лучше. И вот цель этих законов именно достичь этого либерализации рынка. Но, к сожалению, мы еще из того, что мы еще не приняли все второстепенное законодательство. У нас еще не существует либерализация труда. Да, возможно, гипопедически он в будущем да. Но у него нет альтернатив. Потому что ему поставщик это электричество доносит до дома и у него нет возможности сказать, что вот я с другого месяца... Это меня не устраивает, да? Да, это меня не устраивает. Но пока мы из-за того, что не внедрили второстепенные законодательства, то мы, наш житель, наш простой гражданин не имеет такую возможность. И именно вот сказать то, что касается природного газа... Кстати, у нас есть здесь отступление с Европейского Союза. Потому что для того, чтобы внедрить все эти законы, для того, чтобы достичь этой либерализации рынка, мы должны иметь альтернативу. Допустим, у нас... С газом у нас как-то появилась Румыния, да? И с электричеством тоже есть с Украины, есть с Румынии и еще есть молдавский эгресс. Вот по поводу электроэнергии с Румынией я хотела задать Вам вопрос, на каком этапе находится вот этот процесс подключения Молдовы к электросетям Румынии. Как происходит этот процесс, что Вы немножко рассказали. И здесь я хочу, чтобы мы остановились, немного поговорили. Я когда готовилась к этой передаче, я в интернете нашла интересную информацию и хотела бы с Вами обсудить. Значит, на сайте государственного предприятия Молдэк Электрика, да, есть такая информация, что Европейский Банк Реконструкции и Развития рассматривает вопрос о предоставлении Республики Молдова в размере до 80 миллионов евро. И это предприятие выполнит некоторые этапы. Да. Я не буду сейчас все этапы Вам озвучивать, Вы, наверное, знаете, но один пункт меня заинтересовал. Это вставка постоянного тока на подстанцию ПС Вулканешты. Да. Почему я это спрашиваю? Потому что, Вы знаете, да, как в предвыборной кампании наш Башкан обещал избирателям, что в Вулканештах у нас была такая вот подстанция. А теперь я понимаю, что это выделяет деньги Европейский Союз. Да, это Европейский Союз. Расскажите, если говорить про проект, где участвует ГАГУЗ. Что это за проект? Ну, конечно, мы говорили про природный газ. Да. Но надо сказать, что республика Молдова или у нас электроэнергия исходит из молдавской грязи, и где еще мы можем получать электроэнергии, это уже и, конечно, с Украины. Мы здесь, на правом берегу, где-то 10%, не больше. У нас сейчас контракт, или все-таки большинство у нас электричества из молдавского ГРЭС, которая является на Френасольском регионе. А, возможно, здесь маленькое иступление. Вас интересует такой нюанс. Меня интересует, из каких средств будет построена подстанция? Ну, конечно, и будет ли? Да, и это тоже связано с молдавской ГРЭС. Потому что мы получаем электроэнергию с молдавской ГРЭС, но произвести эту энергию или она производится российским газом. И они, Пренестровский регион не платит за этот газ, он идет в долг Республики Молдова, но в то же время на тот газ, который они потребляют, они производят электроэнергию, которую нам здесь продают. Можно сказать, что Республика Молдова платит двойную цену за этот газ. То, что вот этот долг поставят на ее счету, тем более, что еще платит Пренестровскому региону за электричество, которое она производит на российский газ. Но, то, что касается, вот мы получаем электроэнергию с молдавской ГРЭС, с Украины, но в то же время у нас есть альтернатива получения энергии, электричества с Румынии. И здесь у нас три... Это тоже входит в соглашение, да? Да, соглашение. То есть это предусмотрено было еще в 2014 году? Да, даже раньше. Даже раньше. Даже раньше, в 2012 году, потому что мы должны понимать, что все наши энергетические воссоединения с Европейским Союзом это посредством Румынии, потому что Румыния является европейской страной, с которой Республика Молдова является соседом. И здесь у нас три возможности для подключения. Это с севера, это Сучава-Бегуэлзи, это центр, Яс-Угена и Юм. Это и здесь и Сача, это с румынской стороны. Ну, конечно, и звуколежь довести эту электросеть до Кишнева. И здесь есть нюанс. Довести эту электросеть по той электросети, которая уже существует, это означает через Молдавскую грязь. И опять мы как-то должны все эти процессы согласовывать с властами с Приднестровского региона или построить новые электролинии до Кишнева. И, конечно, разрабатывается проект, что должны построить новую электросеть. Все деньги, этот проект где-то 300 с чем-то миллионов евро. И все эти деньги идут с Европейского союза. То есть, деньги идут с Европейского союза, строят государство. То есть, Республика Молдова, в том числе Вулканьяшта, в Кишневе. Да, 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 потому что есть возможность, технические узлы. Здесь уже практически все подготовили для того, чтобы подключаться Исаакча с румынской стороны. Конечно. То, что мы еще должны здесь построить электрическую линию до Кишнева. И еще новую станцию, back-to-back, синхронная транспортировка. Еще одну станцию у нас из румынской территории, чтобы мы могли построить электросеть. И это очень перспективный проект. Но почему-то где-то нашлись, в том числе у нас Кишневы, те, которые говорят, некоторые говорят, что… Мы построим. Не-не-не, не то, что мы построим, не надо. Может… А, то есть даже не надо, потому что это румынский проект, да? Не то, что… Да, и румынский проект, но есть такой НСОЕ. Это европейская сеть или европейская электросеть, где объединяются все транспортировщики электросети с Европейского Союза. И вот Украина и Республика Молдова подписали совместный договор, что в 2027 году мы подключимся к НСОЕ. Но это только в перспективе. Это 2000… Это может произойти в 2027 году, но может произойти еще на лет пять позже. Эту станцию построить, если внедрить этот проект в жизнь, то мы за год можем построить эту электросеть, и будет это возможность… Это опять теоретически, да? Это теоретически, но… Нет, на практике я могу говорить, если поставить приоритет построить эту электросеть, мы за год-полтора года можем ее довести до конца. Потому что все разработано даже на уровне технического проекта. Сейчас должна уже перейти на другой этап. Этап – это уже этап внедрения в жизнь этого технического проекта. Но здесь существуют интересы. Потому что не всем выгодно… Это что означает? Если мы будем получать электричество с Румынии, это, возможно, будут другие цены. И это означает, что, допустим, с той же Молдавской ГРЭС мы будем импортировать или взять электричество поменьше. Или всем это выгодно. Потому что есть уже разные схемы, разные теневые интересы. Есть даже манипуляция информацией. Манипуляция информацией. Потому что… То, что происходит у нас. Потому что у нас… Я так понимаю, что Гагаузия построить не может эту электростанцию. Это должно быть на уровне Молдовы. Это проект всей Молдовы. И тем более, что этот проект внедряется в часть нашего соглашения с Европейским Союзом в энергетическую область. В сфере. Да, или в сфере. Еще такой вопрос у меня. Каковы препятствия, почему Молдова не перенесла в национальное законодательство, европейскую директиву о создании и поддержании минимального уровня запасов нефти? Да. И здесь у нас тоже есть большая проблема. У нас проблема в любой области, мне кажется… Да. Потому что мы практически импортируем все нефтяные наши продукты. Мы импортируем извне. Ну, в основном, конечно, из Румынии. Конечно, у нас своей нефти нет. Там где-то на юге Молдовы были что-то, что есть определенные запасы, уровень этих запасов. Изучали этот вопрос? Изучали, но не до конца. Ничего не нашли или просто не надо? Нет. Для того, чтобы изучать, опять должны большие инвестиции. На юге Молдова это где? Это Когутский район, это Валия, там несколько, три местности, где нашли… Возможно, да? Возможно, где нашли нефть, но… Но точно мы не знаем, сколько этой нефти у нас, и если… Только… Ну, это большие инвестиции для того, чтобы… Обследовать. Обследовать. Только одну вот эту нефтяную трубу, там миллион двадцать евро для того, чтобы построить, но еще не имея никакой гарантии, что мы эту нефть найдем. И, конечно, мы импортируем все наши… Наши все нефтяные товары из дни. И это очень плохо, это… Нет никакой гарантии нашей безопасности. Если завтра что-то произойдет, и мы не сможем импортировать, можно сказать, что за десять-пятнадцать дней мы останемся без топлива. Да. И, конечно, Европейский Союз, у нас вот есть такое между ними… Соглашение? Соглашение. Нет, не то, что соглашение. Мы обсудили вопрос, что мы должны создать свои нефтяные запасы. И по этапу. Сначала 30, 60, 90 дней. Но это тоже большие затраты. Потому что здесь кто будет создавать эти запасы, эти нефтяные склады? Государство или… Нефтяные предприниматели. И государство говорит, что должны этим заниматься нефтяные предприниматели. Эти, в свою очередь, говорят, что это может привести к нашему банкротству. Но мы… Рискованно. Рискованно мы будем этим заниматься. А вот администрировать этими нефтяными складами будет государство. И вот между ними эта недоговоренность. Но еще один нюанс здесь. Несмотря кто будет этим вопросом заниматься, государство или предприниматель, это автоматически произойдет к тому, что произойдет рост цен на нефтяные продукты. Почему? Потому что содержать все эти склады очень большие деньги, очень большие затраты. И те же предприниматели, когда они будут в итоге составлять цену для продажи, они будут, конечно, учитывать и затраты на содержание этих нефтяных складов. Поэтому вот этот шепетильный вопрос. С одной стороны, мы понимаем свою уязвимость, что нам нужны эти нефтяные запасы. А с другой стороны, дешевле. Да, дешевле без них. А если мы будем создавать эти нефтяные запасы, конечно, на все эти нефтяные склады должны быть денежные ресурсы. И, конечно, в конце концов эти денежные ресурсы будут вычтены с счета простого потребителя. Опять ляжет на плечи простого потребителя. Да. И вот этот шепетильный вопрос. С одной стороны, нам нужны, но с другой стороны, это приведет к росту нефтяных продуктов. Хорошо. Сектор энергии из энергетических ресурсов находится в медленной динамике. Да. Мы говорим об этом. А вот как можно привлечь деловых людей в этот секторик? Можно ли вообще? Вот немного вы затронули эту тему. Да, это очень перспективная область, то, что касается энергетических ресурсов. Потому что, исходя из нашей уязвимости, того, что мы будем произвести энергию из энергетических ресурсов, в этой перспективе, может сократить нашу зависимость от внешних, будет сократить нашу зависимость от импорта из зме. Но здесь, конечно, тоже нужны средства. Закон был принят, но, к сожалению, он не доведен до конца. Не доведен до конца его нормативная база. Потому что существуют определенные предприниматели, которые готовы внедрить. Но здесь тоже самое где-то не до конца это выгодно государству. Потому что электричество из энергетических ресурсов, оно более дорогое. Закон предусматривает, что обязательно электричество должно закупаться. Если мы будем закупать или государство закупит это электричество и будет после этого продавать, конечно, немножко это может привести к росту цен на электричество. Хотя в перспективе, тем более, что Республика Молдова является уязвимой с точки зрения электричества, пока мы не построили все наши электросети, пока мы не решили наши газовые проблемы, то, конечно, в перспективе это является очень перспективной для того, чтобы сократить свою энергетическую зависимость, в которой сейчас находится Республика Молдова. Ну, когда это будет? Да, но надо сказать, что потихоньку, потихоньку, шаг за шагом движемся в правильные направления. Но, к сожалению, существуют определенные интересы, которые не всегда позволяют нам двигаться теми темпами, которыми хотелось бы. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Говорили мы о реализации Республикой Молдова соглашения об ассоциации в области энергетики с экспертом Института развития и социальных инициатив ИДИС и ВИИТОРУ господином Ионом ТБРЦ. До свидания. Спасибо вам. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова